Это у нас спальня, наша с мужем, вот как получается, наша гнева зышка, здесь мы отдыхаем. Вот эта комната, эта комната предназначена для ребенка. 12 молодых специалистов Шарыповского района получили ключи от новых домов, построенных в рамках программы поддержки кадров на селе. Преимущество конного патруля перед пешим состоит в скорости и мобильности. В Камске круглый год действует конный патруль. Как попасть в число полицейских кавалеристов? Бугучанных прошел шестой фестиваль культуры разных стран мира вокруг света. Вот это у нас спальня, наша с мужем, вот как получается, наша гнева зышка, здесь мы отдыхаем. Вот эта комната, эта комната предназначена для ребенка. Александра Чингалаева с гордостью рассказывает о своем доме. Все здесь обустроено с учетом ее пожеланий. Девушка – преподаватель физкультуры в Родниковской школе. По госпрограмме она, как сотрудник образования, может претендовать на бесплатное жилье в сельской местности. С этим известием решение перебраться из города на землю у них с мужем сильно укрепилось. Наша семья попала в программу, и нам будет строиться дом. Мы вот поехали с ним, убирали участок, делали полностью планировку. Дома мы сидели, это все спорили, обсуждали. Бурно это все проходило. В июне этого года семья Чингалаевых вместе с застройщиком практически жила на месте строительства. Ежедневно они замеряли расстояние будущих комнат, определяли их расположение и даже размер и форму перегородок. В итоге получилось две уютные спальни и большая гостиная. Все пожелания, вплоть до цвета обоев, строители учли. Одно из очевидных преимуществ – собственная система отопления. Расходы семьи на содержание такого дома около двух тысяч в месяц. Котелок находится с бункером. В бункер закидывается ведра с углем. Вместимость у него 4-5 ведер. Но вот в данный момент на улице тепло, ведра хватает. В селе Родники – это уже второй дом, построенный для молодых специалистов по этой программе. В среднем один дом площадью 54 квадратных метра обходится государству 1 миллион 700 тысяч. При этом новоселы в течение пяти лет оплатят лишь 10% его стоимости. В основном эта программа рассчитана на привлечение работников сельхозпредприятий. Но сейчас в ней могут участвовать работники соцсферы, культуры, медицины и образования. Государство финансирует строительство нового жилья из бюджетов разных уровней. 90% на строительство, приобретение жилья выделяется из краевого федерального бюджета. И 10% идет софинансирование – это местные деньги, то есть районный бюджет. Если участвует, если участник, работник агропромышленного форума, то есть Шереповского района, то участвует еще работодатель. Новые современные дома появились в восьми населенных пунктах района. За все время действия программы в Шереповском районе собственным жильем обеспечены 108 молодых семей и специалистов. В преддверии Нового года ключи получили 12 работников сельского хозяйства. Поздравляя новоселов, глава района Геннадий Качаев подчеркнул, что развитие и рост привлекательности сел Шереповского района для молодежи будет продолжаться. Мы в этом году сдаем 5000 квадратных метров в целом по району. Увеличение наше за последние годы, если брать, подводить итог какой-то, то мы в 2,5 раза увеличили сдачу и начали строить такое жилье. Я думаю, что такие планы у нас сохранятся в течение еще двух лет. Это по нашим планам. Такая динамика строительства жилья для молодых специалистов в Шереповском районе сохранится гораздо дольше, если планы по строительству большой птицефабрики и тепличного комплекса осуществлятся, как планируют и рассчитывают не только местные, но и краевые власти. Уже сотни всевозможных правонарушений и преступлений раскрыты кантскими полицейскими кавалеристами за время существования подразделения. С 2003 года в составе отдельной роты патрульно-постовой службы числится взвод конной полиции. И сейчас на вооружении города есть пять лошадей. Цифра, казалось бы, небольшая, но этого достаточно для эффективного выполнения своей работы, учитывая, что лошади имеют ряд преимуществ. Преимущество конного патруля перед пешим состоит в скорости и мобильности. К тому же служебное животное пройдет там, где не пройдет автомобиль. Как, к примеру, на узких переулках, садовых обществ, пешеходных тропинках, в частном и лесных массивах. Благодаря этому эффективность профилактики правонарушений высока. Только за текущий год кавалеристами раскрыто более 40 правонарушений. Выявлено три тяжких преступления, связанных с оборотом наркотиков. Не говоря уже о неоднократном задержании дачных воров. Набирают в штат кавалеристов тех полицейских, которые имеют хоть какой-то опыт работы с животными. Более того, попасть в ряды конной полиции могут сотрудники, которые по-настоящему любят лошадей. Умеют с ними обращаться и обученные верховой езде. В должности полицейского кавалериста нахожусь с 2011 года. За мной закреплена лошадь по кличке Карат, на которой мы вместе осуществляем объезд дачных участков, гаражные кооперативы, частный сектор. Дачные массивы и являются основным фронтом работы кавалеристов, так как по узким дорогам и проулкам автомобилю порой проехать невозможно, а лошадь точно пройдет. Тем более, что такая 500-килограммовая боевая единица догонит и остановит любого преступника. Выбери лучшего спортсмена декабря. Экспертная группа определила тройку номинантов. Это спортсмены, наиболее успешно выступившие на соревнованиях международного уровня в декабре. Чемпион Европы по плаванию на короткой воде вольным стилем Андрей Арбузов. Двухкратный серебряный призер этапов Кубка мира по скелетону Александр Третьяков. И бронзовый призер этапа Кубка мира по сноуборду в борткроссе Николай Алюнин. Проголосовать за спортсменов можно на портале краиспорт.ру до 31 января. В Назарово прошел 8-й краевой фестиваль православной музыки и культуры «Рождественские звоны». В этом году на него приехало меньшее количество участников. Большинство иногородних артистов из-за погодных условий не рискнули ехать. Впрочем, это не отразилось на насыщенности программы. Так воспитанники воскресной школы города Назарова проявили свое актерское мастерство и показали на сцене театрализованное представление. В фойе городского дворца культуры была размещена выставка картин назаровских художников, рождественских поделок и духовной литературы. Этот фестиваль направлен на сохранение традиций, любви к православию, к культуре, к духовенству. Ну и в общем, этот фестиваль, я так думаю, учит доброму, вечному, прекрасному, учит любви, дружбе, хорошему отношению друг к другу, поддержке. В общем, все-все хорошее, что есть, я так думаю, что есть все в нашем фестивале. В Москве прошел турнир по бодибилдингу «Мистер Олимпия-2015». На соревнования съехались представители этого вида спорта со всего мира, настоящие звезды бодибилдинга. Среди атлетов чемпион России 2014 года Андрей Тихонов. Наш спортсмен готовился к этим состязаниям в течение всего года. И вот успех, которого не было в карьере бодибилдера. Андрей лишь немного уступил иранскому спортсмену и стал серебряным «Мистером Олимпия». Завоевание второго места на «Мистер Олимпия» для меня – это мой самый большой титул, получается. Потому что я и был на чемпионате мира, там занял девятое место и на «Арнольклассик», там тоже занял девятое место, но это не то, это десятка. А здесь международный турнир также считается, хоть он коммерческий, «Мистер Олимпия» среди любителей, но уровень, конечно же, тоже очень сильный. И занять второе место для меня сейчас самый значительный мой турнир и самое высокое мое звание, которое я мог бы занять. И я был очень доволен и рад этой победе. Как отмечает в спортивном клубе «Мускул», где занимается Андрей Тихонов, это лучший результат, который показал «Ачинский бодибилдинг». Это можно сказать только, наверное, одним словом. Это слово «победа», потому что это действительно победа. Это самый престижный любительский турнир по бодибилдингу «Мистер Олимпия», который, к нашему везению и к счастью, в этом году проходил в столице нашей родины, в Москве. Андрей хорошо подготовился, хорошо сделал хорошую форму к этому турниру. Съездили, заняли достойное второе место. Впереди нас был только Иран, который на сегодняшний день является лидером в этом спорте. Они выиграли все категории, заняли абсолютную категорию. Парень, который стал «Мистером Олимпия», Андрей, уже является трехкратным «Мистером Олимпия». На сегодняшний день они были недосягаемы, но не такими уж и заоблачно недосягаемыми. Есть к чему стремиться, нужно работать, и все можно выиграть, можно победить. Сейчас для Андрея наступило межсезонье. Время отдохнуть, собраться с мыслями и подготовить новый тренировочный план. Я все-таки, как и в свое время, добивал Россию, я добиваю Орнольд Классик. В этом году у меня не получилось из-за травмы. Я приехал в Мадрид, получил травму, пришлось выйти, меня сняли с соревнований. Ну, как бы, бывает. Ничего, бывает. Я восстановился, маленько пропустил, выступил на России, на Олимпии удачно, компенсировал все свое. И сейчас я начинаю с марта, сейчас до марта отдыхаю, восстанавливаюсь. В марте начну подготовку на сентябрь, на 20 сентября, это на Испанию, Мадрид, Орнольд Классик. Я все-таки возьму там, настроен войти в тройку. Шестой районный детский фестиваль вокруг света, прошу считать открытым. Каждым годом растет мастерство участников фестиваля и ширится география национальных культур, стран и народов. Шестой год подряд фестиваль собирает детей, подростков, талантливых, увлекающихся. Специально к этому дню детвора, педагоги и, конечно, родители шьют костюмы и тщательно готовят национальные концертные номера. В этом году фестиваль собрал около 200 участников из богучан и сел района. И, конечно, первый номер по праву – россияне. Россиян представляют ребятишки и педагоги из детского сада «Елочка». Главная задача фестиваля – познакомить детей с народными культурами мира. К участию в фестивале пригласили творческие коллективы детских садов, школ, домов культуры и клубов. Девячий ансамбль из поселка Атинова-Имыс впервые исполнил на публику песню на казахском языке. Наш руководитель подтолкнул на это, и она нам помогла изучать, выговаривать слова. И мы ее изучили, так как у нее родители родом из Казахстана. Выступление детей сопровождала визитка. Многие из артистов приветствовали зрителей на языке страны. Каждый участник фестиваля исполнил один номер в концерте. В основном это были танцы. А вот ансамбль «Домисолька» из детского сада «Буратино» попробовала песни представить культурой Японии. Моё игру здорово, мимо ташу картины. Надо сказать, что фестиваль «Вокруг света» был благотворительным, а средства от него пойдут на лечение Гриши Мишотушкина. И все мы с вами вместе, общими усилиями, надеюсь, поможем ему в борьбе с этой болезнью. Ребята же, в свою очередь, наверняка поняли, что чужой беды не бывает. В заключение члены жюри вручили подарки и наградили лучших участников фестиваля «Вокруг света». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова